Первый день выставки в Гонконге начался более-менее спокойно. Как я уже писал вчера, на выставке в этом году занимаются два этажа. Экспоненты занимают достаточно... расположены стенды достаточно свободно. Сейчас я запишу короткую экскурсию по первому этажу. На первом этаже традиционно у нас располагаются компании, это члены ассоциации гонконгской. Обычно для планирования стенда на первом этаже нужно приложить достаточно много усилий. В этом году довольно широкий проход у нас получается. Это зона отдыха. И такие интересные конструкции, которые рассказывают о мастерстве Гонконга. Как видим, людей достаточно много. Русских в этом году приехало не очень много. Связано с тем, что достаточно большое количество людей было поставлено перед выбором, куда ехать. Ехать или в Милан, или в Гонконг. Поскольку аудитории хотя и пересекаются, но в любом случае байеры-покупатели были поставлены перед выбором или-или. Кто-то попытался и может сделать, кто-то захотел сделать и там и там, пытается совместить перелеты. Но все это достаточно хлопотно. И поэтому все стараются сейчас первый день максимально все успеть. Первый этаж выставки занимает 29 тысяч квадратных метров. Это огромный зал. Представлены все ведущие мировые аукционы. Копенгаген фурма только что видели, НАФА. В этом году на первый этаж, в принципе, вышли компании со шкурками, с полуфабрикатом. Обычно они как раз располагались на третьем этаже. А сейчас их переместили на первый, что необычно. Это если сравнивать с прошлыми годами. То есть вот эти вот как бы стенды небольшие, простые стенды, которые здесь вот мы сейчас идем, вдоль них смотрим, они обычно были на третьем этаже. То есть это зал номер 5. Вот. А так? Вот. А так, в общем-то, их расположили по периметру первого зала и второго тоже самое. Но второй зал, я думаю, чуть-чуть попозже. Вот и мы заглянем. Я думаю, что завтра с утра я его публику в репортажах. А так, в принципе, ассортимент достойный. Особенностью выставки в Гонконге всегда считаются вот такие вот букеты цветов, которые выставляются вокруг стендов. Считается, то есть на каждом букете сверху находится приветственное слово. То есть это букеты не просто украшения, а это букеты от благодарных заказчиков. Считается, что чем больше букетов, тем больше уважения эта компания заслужила у своих клиентов. И исходя из этого, дальше уже люди принимают какие-то решения. Есть стенды, видите, совсем открытые, которые просто чисто символически обозначены кувролином. Но это, насколько я понимаю, это конкурс молодых дизайнеров. И это, скорее, как перформанс. То есть это показывают молодые модельеры, молодые дизайнеры, показывают, что они могут. Вот такая своеобразная биржа труда. То есть потенциала. В этом году на первом этаже, как я уже отметил, достаточно много шкурок выставлено. В основном покупатели это Китай, Корея, Япония, из России. Я думаю, что по моим оценкам, наверное, человек 100-150. Может быть, еще кто-то подтянется. Но я знаю многих людей, которые для себя как-то определились, что они поедут все-таки в Милан. Потому что одновременно быть и там, и там невозможно. Это компания Клэвисон. Выделкой занимается. Одна из известнейших в русских кругах. Компания Клэвисон Full Processing. И здесь у нас греческий стенд объединенный. Ну вот, с удивлением я смотрю. Здесь еще, к сожалению, еще и зал не полностью заполнен. То есть я думал где-то... Ну вот, ощущается общий спад, в принципе, в индустрии. Вот. И у меня, в общем-то, вот электрический стенд объединенный. То есть он обычно всегда стоял на третьем этаже. Полностью переехал на первый. Ну, люди смотрят будущее с оптимизмом. Поэтому на выставке достаточно многолюдно. Ну вот, в принципе, пока все. Пойду на второй этаж. Пойду на второй этаж. Чуть попозже обработаю, тогда выложу. Продолжение следует. Хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok